вот еще хлеб ёбаный в рот мука не хлеб еще еще не хлеб спасибо это для меня кстати вот так сделаю пожалуй что я там могу спойлернуть то что хочу они спойлерни меня пожалуйста спойлерни я очень не хочу спойлер не спойлер я присоединиться не могу да саш тоже три игрока на сервере или один сколько пирог из быка ящера я тебе серьезно гервер браузер нет мне погоняло быка ящер хлеб 2370 дает ебать это сильнее чем глазированное мороженое давай хлеб теперь делать у нас артём все он этот номинально умер или чё я пойду я не ёбаная тебе же тебе же саж тебе же объяснили он спит да я никогда не пойму говорю он у него мир собственный какой-то нет он учится хотя еще в принципе подумал блять и пересмотрел свое этот мнение так что вы все нахуй ранены с этого момента ребята вы все говно я я пересмотрел его болезнь поймали какую-то да да не нажат пиздили типа было было объяснено в этом пиздили с кем-то мы пиздились с крабами с крабами да с крабочелами да вы их победили но у вас мало диспозиции оставалось поэтому я наткну накину объясню короче свое мировоззрение теперь блять он короче придумал нам пизда да да что она привлечет на но привлечет ранение всем блять вот что она привлечет чем я что пересмотрел теперь только когда вот блять я буду снимать с вас этот здоровье блять когда вот реально будет будут непотребство смерть вот так вот сука на вороне ебаная да не подряд что это смерть ну блять а ты же ну ты же не всегда проигрываешь правильно этот бой не всегда я проигрываю я кстати почитал правило можно сдаваться во время да да можно конечно там не все там отдельно могут чего издаваться но они должны заранее что не сдаются типа не стреляй я сдаюсь не стреляй типа это типа предикт проигрыша как фолд в покере я так понимаю да 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 если ты запредиктишь что минусов меньше чем если ты просто проиграешь виталик проиграл как минимум получишь этот неодобрительный взгляд со стороны своей команды ну да ну это похуй вообще абсолютно какие насчет чего ты сделай ты сделай ребята я вообще очень нихуя не понял чего там конфликты речь или спор или переговоры кстати по факту в правилах написано если у вас будут конфликты блять вы можете карточками решать покером моим любимым покер между друг другом это вообще край я заставлю вас играть покер 1 в 3 будем играть против друг друга хочу полдом чисто 500 долларов готов кто-то рассказать что было в предыдущих сериях давай я расскажу давай саша короче все началось с того что гвендолин отправила нас в подъельник после прибытия в подъельник она перед этим конечно же как обычно один из наших сопортийцев именно шустрик опять где-то заселся в лакхейване с нашей повозкой и гвендолин за место полу повозки выдала нам птичку голубышку прибыв подъельник мы познакомились получается с ученым этим кровом который поведал нам о нашем задании а именно мы по границам надо разлить получается и что там что там с снадобье для защиты дихлофос по периметру границ путем точных вычислений при совместных усилиях эрнеста и и шерлока мы обнаружили как две две точки где сто процентов будут стоять алтари далее мы также получается ребята у нас томи ходил по магазинам закупался продавался в один блять зашел к торгашу ебаному но ты пытался найти максимум это зашел в один а что у нас сделала сет кто-то помнит я вот не помню она хернула взять владика точно 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 подлечили подлатали томи а после этого мы выдвинулись на нашу первую точку которая была рядом с бывшим городом орешник там мы нашли некую пещеру в котором мы пробрались нашли получается неадекватного крота а также нашли кости получается ласки и мышат забрали с них плащи и убежали от крота получается далее мы выданы следующую точку на следующей точке вы встретили получается на следующей точке была была гора на эту гору мы легко взлетели подожгли алтарь и выдвинулись дальше на следующей точке получается у нас была мы вмешались так сказать в матушку природу в битве говна и мочи точнее пчел у вас помогли чуть-чуть пчелкам попытались вербовать так сказать наш нового агента но не получилось далее не найдя алтаря мы выдвинулись на последнюю точку на получается левая граница обнаружили алтарь на острове под охраной крабиков которые отмудохали нас не по-детски но мы их захуяли ли да но алтарь и по моему мы не подожгли кстати подожгли подожгли да там не было проверки они же не помешали точно ты там я взяли врагу я там скрытую начал все делать но потом завалил и после этого получается мы израненные готовы продолжать наше путешествие черная дыра что это 10 рублей я ребром монетку поставил было такое ладно ребятки тогда что я могу сказать давай ему балл да балл во первых надо дать сейчас я дам балл а мне заранее впихнул чтобы я не пиздел дальше блять а ему подождал все понятно блять вот так вот к игрокам и относится блять да 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 ну собственно ребята могу сказать начинаете вы с того места где закончили у крабов понимаете что вы пиздец устали да крабов трахнули я что спорю что ли а трофей с краба какой никакого вы их не убивали же просто отпиздили владик вельхейм перейкал трофей обязательно должен смогу выпадать трофей горит с крабом 5 процентов шанс есть и скатавшись и скатавшись туда-сюда вы понимаете что наступает ночь наступает как бы а в данный момент в данный момент мы где находимся ну там же делать у крабов вот здесь у крабиков то есть нам надо да ребята разрешаю вам сделать ход игрока и сбросить себя какие-то эффекты статус попытаться салость или ранения чё на нас верно муна релик обрелитет есть да там приоритет есть не он он сказал вы устали чё устали если ранение было ну блять усталость усталость у егора есть например блять у сашки голод на стороне не давайте я уголь сделал вместо хлеба поздравим пережарил блять допизделся да это все ты блять виноват давайте ребятки егор давай начнем себя чё ты делаешь фото игрока но я снимаю усталость давай в точайше медитируя закидывай кубики сложность три здоровья или сложность два ресурса я на здоровье кидал пиздец без шансов может потратить балл судьбы была личность я не буду этой хуйней заниматься спасибо вот эти вот вот это вот что у тебя лежит тут я все блять спросить хочу это потрачены или не потрачен я не знаю вообще чё это охуенно значит потрачены полежат здесь я я хуй его знает хули они у тебя тут лежат блять надо было говорить не потрачены это виталик а вот скажи пожалуйста да вот у меня есть лежанка вот теперь есть смысл и очень издать ну блять попробуй красивый хлеб хороший но это только на усталость ну да я могу готовить так ну что там следующий тогда так давай давай сашка себя тогда давай ты чё я я это путаюсь голод давай очередность восстановления давай либо что там сложность один сборщик повар пивовар пекарь для проверка ресурсов или использовать отношения ресурсы получают давай прокидывай сколько там сложность 411 тебе один нужно выкинуть ищешь себе похавать все не шел скидывай она ресурс составлю школу развити вот это кстати не помню достать похуй чем теперь плакать из-за этого в принципе проверка то было очень на восстановление так владик ты чё делаешь ранение на вас и рапах и ну блять лекарь есть нема здоровья 4 до то проебали его народ фальшивка ёбаный в рот за смотри все четыре куба отчетом балл личности дает мне за один балл личности добавьте садинку да можешь давай еще плюс четыре дам давай лутка ловлю о да да проёбывай давайте карточки туда их нахуй нахуй давай за пять плюс здоровья мне еще хуё что ли сел я если закидываю вот это вот проверку да да у меня четыре победы я себе сделаю пять здоровья а папа сего пять здоровья нахуй 6 она все равно не поднимается 5 так 5 нас ты чё делаешь а сколько у меня этих узнутых снимается двери все все сука хули ты думал нихуя он придумал блять ну что нас ты чё делаешь тебя только ранен без поесть ну ранение я предложу кому-нибудь другому посидеть оп ребята кто 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 настя может снять свое состояние ранение есть и у саши есть и у саши есть злость и болеет нахуй и все и все я помню эту злость которая висела на саше пол пол жизни да 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 больше всего злость и висела за все время наши наиграны должен выжить блять комар летит иди нахуй владикой вальхейн играет но пока хули делать здесь на вас камеру нельзя мувать перный театр мне надо еду приготовить много но заранее виталик отошел или где он я здесь я слушаю блять что настя выбирает ребята чем не я думаю это сложно пусть они прокинут киби кубики хуев проповедник давай сейчас прокинем давай конфликт между друг другом кого хилить будут нет ребята я вам я вам ну так уж нет 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 там фликт называется камень-ножницы-бумага ты обещал покер играть между друг другом давай делай блять да не буду я вас нахуй заставить вот если вы сами захотите в покер поиграть между друг другом играйте раздам раздам блять как нехуй так у насти лекарь 3 лечебный камень есть плюс 1 бантия травника плюс 1 5 кубиков следовательно чик-пук ну без шансов люди люди к ловим блять убили нахуй у тебя два балла судьбы да это пора не ну егор терпим ведьмак школы терпения ведьмак школы терпения чё ты думал и поспать не удалось нормально и блять и ранение не излечили ну что ж поделаешь терпим терпим религия она такая но мне воздастся я верю конечно конечно воздастся что какую какую религию использовать когда связь с богом нихуя себе это он типа мне будет зоня алла геймастер какого хуя чё за хуйня здесь я связи использую проверка связь с богом без связи с богом блять ахуеть бог бог горит да ты заебал короче ахуеть один скилл на всю игру зато какой связь с богом ахуеть позвонил ему позвонил ему ванну а он в ванной сидит горит нахуй ты мне позвонил здорово жить здорово жить ну что ребята куда летим дальше какие ваши дальнейшие не выжил локхэйвен летим на чилл жесткий через локхэйвен летим локхэйвен летим чилл жесткий устраивать конечно а маршрутик а маршрутик набросай как летите сашка а чё саша то я управляю я же этот бёрд мастер бис мастер бери моим брю мастер хорошо набросать и набросать оба маршруте как летите сейчас смотри сейчас эти профессионально из-за из варкрафт только альтабность вот смотри проверяй проверяю давай вот так вот получается сделать типа вылетели сквозь ветки птицам проколола глаз и сдохла о нет да птицы выше деревьев типа летать вот это она она хилая видишь она ну у нее птица а что а что а что дальше а блокхэйвен здесь остановка жесточайшая чил конкретный чили не а потом так над водой тоже лучше не лететь и вот так вот и вот так вот потом вот так по прямой короче я предлагаю вот так сделал вертолеты из этих блять из фаллаута брат винтокрыл с братом стали вот это с гатлинг лазером блять из сипа и дейла блять вот этот вертолет ну он да судя по звукам этого гаечку можно можно гаечку рядом гаечку у тебя есть уже блять своя да да она тебя в блокхэйвене ждет хорошо ребятки ну если у тебя рога еще не выросли конечно без негатива во первых сперму эту стерните блять ты чё маршрут нахуярили там ты сперма ну нахуярили замечательно теперь надо стереть все я понял как вы летите вы тут теперь тетел вот просто город тел вот тел вот честь короче объясняю пока этот стираем блять он один саши трудолюбивый объясняю ребята прилетаете вы в изморозь около рядом с изморозью вот эту вот точку где изморозь вот вот сморозь изморозь вот она вот она ну как он гонит а сюда мы чуть через этот без лухаевана что ли ну вы же так как выгоняет я говорю ты сюда вот эту точку рядом с этого прилетайте туда и видите недовольную толпу людей людей мышей блять а мы в лохаеване типа уже отдохнули типа без хода игрока до нихуя у тебя он только у тебя он только что был своя ли ты придумал блять я но в смысле мы в лохаеване просто типа отдыхаем ну то есть без всего там без проверок без каких-то тип мы просто пролетели ну да хорошо хорошо хочешь тогда но никаких проверок не будет ну не я просто к тому что мы же в лохаеване правильно планировали остановиться типа чтобы этот отдохнуть так он уже дал нам отдохнуть сделки сразу мы зачиняли сейчас полетели зачем-то я специально в лохаеван летел чтобы еще раз отдохнуть закрепить так сказать результат да хуя умный хитрый блять а тут только как он как он борется за второй ход игрока ты посмотри на как в покер играть то покер я играть больше не буду только если реально ну ставка 500 дальше рыба и 500 еще на блять сейчас подождите блять я продаю шансы нихуяся ура бог конечно терпеть велел но но мне воздалось гейммастер на стороне игроков нихуяся когда такое видано ебать сейчас я как скажу вас беспилотник взорвала нахуй так и все блять вы пролетали на дырнице ребята вопрос хорошо ребята вы пролетаете над лохаеваном пропустили откатили до измерзи вы не долетели вы остановились лохаеване рассказали гвендаль ну чтоб отдохнуть раз ваш водила блять решил так водила решил горит он хочет второй ход игрока ну вы за это получите-влять вот так и поговорим вот так и поговорим блять вы за за Егор получит свой покер, блядь. Я заставлю его. Егор получит свой покер, блядь. Мой любимый покер, блядь. Тише, тише. Хорошо, ход игрока. Давайте. Я снимаю себя. Давай. Усталость. Пробуй. Мне надо выкинуть. Сколько здоровья? Три? Да, три. Да. Раз. Два. Три. Сколько у меня здоровья? Шесть. Плюс семь за жилетку, блядь. Раз, два, три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Блядь, сейчас. Семь. Три, два, ноль. Сюда. Все. Усталости больше нету. Поздравляем проповедника, ребята. Заслужил, да? Владик, ты? Че делаешь? Ты лук хейвани, блядь? Хули. Ну, блядь. У меня же ничего нет. Никаких статусов. Нет, да. Да, ты охуененный, целенький, здоровенький. Вообще все занесло. Ебать. У меня много денег. О, давай, нахуй. Как деньги тратить? Нихуя, давай. Пойдем в магаз. Ебать. Сейчас пойдем. Подожди, сейчас. Давай, давай подумаем, какой мне нужен магазин. Какой тебе нужен магазин? Мне нужен... Ну, так как оружие у меня есть, броня у меня есть, у меня, в принципе, все есть. Я хочу в магазин... Чего? Блядь, вот... Я сейчас скажу, всякой всячины... Угу. Тебе нужно будет пояснить, чего именно, да, блядь, магазин? Ну, объясни, да. Все для дома или, блядь, все-таки, ну... Че, блядь? Да, Лерой, Мерлен, брат. У нас зелья какие-то в этом мире существуют или у нас нихуя не этот? Короче, хил и хавка. Давай вот так, блядь. Только хил и хавка. А инструменты? Бля, можно инструменты. Ну, давай, блядь, этот, нахуй. Икея, блядь. Охуеть. Мышина икея, так и назовем. Новое место, блядь, в лоха его нет. Я тебе объясню, Владислав. Я тебе цены не набросаю сейчас, потому что это долго. Я буду говорить тебе цену, как я считаю, блядь. Ты будешь разговаривать, как будто с этим... С типом, блядь, который там сидит. Угу. Вот, у тебя сегодня ролплей, блядь, момент. Охуена. Я даже, блядь, с паузу нажму в... Вольхейме. Давай, нахуй. Кромкость, нахуй, на ноль. Давай. Блядь, нужна музыка, нахуй. Сейчас, подожди. Нужна музыка из таверны, блядь, из Харстоуна. Так. Так. Я должен называть, что мне нужно, блядь, или что? Или ты мне покажешь ассортимент? Сейчас тебе все, блядь, покажу. Вообще охуеешь. Блядь, единственный минус, у меня слотов не так много. Сколько в рюкзаке можно хранить? Семь. Семь. Семь? Этого слота есть. Блядь. Он еще хавк уже просит, да, блядь? Что там за памятный кулон у меня, блядь? Какой-то памятный кулон остается. Посидит еще. Посидит еще. Бежанка тоже нужна. Хуя, ты там спавнишь, блядь? Чтоб у тебя чувство, блядь, было, что я дохуя тут готовился, понял? А можно мне сразу деньги разменять? Деньгу разменять? Без шансов. Я отложу ее, чтоб мне ее, блядь, надо отдать. На, открывай, ебаный в рот. Проходишь в витрин, открывай. Ух, ебать. Открываем, смотрим. Так. Красные игральные кубики, это что, блядь? Я ебу, что ли? Красные игральные кубики. Так, сладкий рулет. Ага. Прядь. Прядь. Ладно. Пшеница. Кирка. О, кирка, не хуя себе. Кандалы. Так. Так, еда, баночка меда. Давай спокойно, значит. В смысле, кандалы еще были? Нихуя. Кирка. Дмг 2. Короче, течение прикрит ударить. Теперь можешь быть каменщиком. Охуенно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. 60, ну, 60-то это недорого, 60 в принципе можно. Блядь, не понял. Ой, блядь, не тот этот нахуй. Так. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. А я могу что-то купить и закинуть, типа, в голубышку, блядь, на этот? Нет, у неё что, в жопе, блядь, на хранилище? Повозки-то с вами нет. Я кому-то хочу отдать, блядь, что было. Ну, отдай мне, у меня есть ещё место. Так. Так, Кирка, значит, 60, да? Да. Баночка мёда сколько? Она 5 не восстанавливает, на одного. А, она на одного. Да. Пшеница, её надо... А, её можно сожрать, но из неё можно также и хапчик сделать, да? Да. Так. Глубок, блядь, грубых нитей. Так и для чего красные игральные кубики нужны? Ну, блядь. Типа их можно будет вкинуть в этот? Купил, знаешь. Купил, знаешь. Сколько стоит, сколько стоит? Для тебя? Тридцать пять. Мы, 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 наконец-то... Это наёбка какая-то жёсткая. Сейчас, сейчас, подожди, подожди. Тридцать... Ты это наебалово вообще, лютейшая. А-а-а... Па-па-па-па-па-па-па-па-па-па. Кирка... Сладкий рулет почём? Не, стой, нахуй сладкий рулет. Кандалы почём? Семьдесят. Семьдесят. Чё, так дорого? Нихуёвые кандалы. Какой-то спешл эдишн или что? Да, там, блядь, чтоб ручьям больно не было. Ну, девяносто пять, да, получается? А у меня... У тебя триста, ёпта. Тупо ручкам больно не было. У меня... У меня триста семьдесят пять. Ну, как в секс-шоте, блядь. Тупо ручкам больно не было. Блядь, просто... Просто прикол в том, что... Я бы купил реальный кирку... Игральные кубики, блядь, и... Кандалы, но у меня места нет в рюкзаке, блядь. Да, Кнурь, да-да-да-да... Раздай товарищам, блядь. Тоже верно. Продай товары, которыми ты не пользуешься. Блядь, вообще... Подожди, а я... Что? А я могу памятный кулон на себя повесить? Ну, это, в принципе, да, можешь. Короче, висит, всё. Там тогда у меня есть место, всё. Так, эээ... Товарищ торговец. Да. Покупай всё за сто семьдесят пять. Охуел? Ну, всё это в плане игральные кости. Вытащи. Кирку и кандалы. Сто девяносто пятим цена. А я хочу за сто семьдесят пять. Хорошо? Да, брат, прямо сейчас куплю, я ж вижу, они крашены. Они биты, биты, авария была, брат, видно, палишься. Прямо сейчас сто семьдесят пять, но не больше, брат. Проверка навыка торгаш, сложность три, блядь. Давай. А, то есть, три из трёх должен выкинуть? Охуел. Ну ладно, ладно, два, 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 два старичка. А, я три из трёх выбил, блядь. Ну хорошо, хуй с ним, хуй с ним, он говорит, бери за сто пятьдесят, блядь, говорит, ладно, хуй с ним. Три выбил, так три, нахуй, сотку сюда мне, блядь. На, пятьдесят. У тебя пятьдесят было ещё? Вот, ещё пятьдесят. А, нихуя так, всё тут. Сто пятьдесят. Всё? Всё, кубики нужны, блядь. Это скам был, блядь, на вещи, типа? Вот, блядь, когда-нибудь точно пригодится. Сука. Ты теперь, Владик, когда кубики кидаешь, ты, короче, игральные добавляй. Да. Походу, да, ну так и будет, блядь. Добавляй, и если не уйдет, тебе ноги сломают, нахуй. Кубики сатаны, блядь. Тебе ноги, нахуй, сломают. Ну что, Настя, делаешь? Кому ноги ломай? Ой, кого лечишь? Так. Ты себе ноги ломай, понял? Что делаешь? Офигенно. Чё ты крутишь фигово? Ну, отправляй. А, пиздец, перекручиваем, перекрут Игору, блядь. Ранение. Ну, получается. Хотя, он там от усталости избавился. Ну вот и потерпит. А, блядь. Нет, только не терпение. Пиздец, терпение получается. Бог терпел и нам велел. Так что... Себя? Нет. Ага. Всё, Егор, теперь потерпим. К другому. Лишь бы реально ноги... Вот, попробуй только фигню вытянуть. Я с тобой перстану общаться. Охуеть, вы слышали, как она манипулирует? Манипулятора использует. Дебаф ранения, блядь. Ну, я... Что я могу тебе сказать, Настя? Ну, топор-то есть. А-а-а! Ну, хорошо, давай. А, я... Всё? Я подумал, топор есть, ноги руки нахуй. Ну, всё, Саш, прощай, блядь. В смысле? Минус ноги, блядь. Я инвалид? Всё, один плюс один начнётся. У меня ниггер лишний, блядь. О-о-о-о. Ты чё за... Ну, видел, кто там, блядь. Алло, проповедник, запиши это, как видение Господа. Нихуя не вышло. Ой, блядь. Сашка, ты чё делаешь? Я... У нас же эти... Мы же смешей-то забрали с гробницы. Угу. Вот, я хочу отнести этот... Попытаться узнать, что за группа. Сообщить родственникам, что вот, тела нашли хотя бы их. Угу. Самый умный денег хочет заработать больше. Ха-ха-ха. Ну, хорошо. Куда там надо идти-то, чтобы это всё провернуть? Да подходи, блядь, я не знаю. К Самуэлю, наверное. Подходи к нему. Эл Джексон? Да, Эл Джексон. Хорошо, я иду к Самуэлу Джексону. Подходишь к нему и что ты ему говоришь? Я говорю, здравствуй, Семель. Здорово. На задании нашли останки, мышат, вот их плащи. Можно их как-то опознать, чтобы сообщить себе? Это будет, конечно, трудно, но задание благородное, конечно. Я говорю, я уточняю, чтобы помочь ему в поисках, говорю, посмотри на заданиях рядом с Орешником. С бывшим городом. Орешкин. Может, там какая-то группа. Орешкинбургом. Затерянная. Было. Он говорит, да, там во время войны с ласками мы потеряли людей, мышей, которые дрались там в туннелях. Мыши людей. Я, конечно, их прекрасно помню, вот. Но, в принципе, благое ты сделал, 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 да. Я скажу, что там их нашли. А мы еще там отряд отправим, может быть, что-то там забыли. Нам еще что-то нужно знать? Да, там присутствуют агрессивные кроты, поэтому будьте осторожны. Я понял, хорошо. Так. Ну, говорит. И семью еще, семьи, пожалуйста, погибших оповестите. И передайте им мои соболезнования. Да, да, конечно, конечно. Благодарю, смотри, все, и ухожу. Все, уходишь. Блядь. А на выходе? Я там был. А на выходе тебя встречает другой страж, не страж, блядь, как это сказать? Патрульный. Подручный. Микки Маус? Микки Маус, да. Не говорит тебе, что... Машины дом приглашает. Да, да, да. Чтобы было вот это вот тип-топ, тип-топ, тип-топ. Какой тип-топный день. Гарит, он говорит, в награду тебе железный слиток за то, что ты там осуществил. На, держи, Саша. Твой железный слиток. Благодарю, мне его класть некуда, Владик, забирай. Так как у тебя пять, вон, пять слотов есть. У меня семь. В рюкзаке. Я уже фул. Да. Нормально. А зачем мне железный слиток, я ничего не могу делать с ним. Крафтить будешь? Заставишь, Влада тебе что-нибудь скрафтить. А, можно спросить? Да, да. Ты мне отметки поставил здесь? Блядь, вот это надо бы, кстати, давай. Чик, чик. Все. Там мне, кстати, надо торгаша тоже докинуть. Куда? Ну, что, в лекаре? Так не туда. А куда? А, две проебаные же было, да. Да. Все, все верно. Все. Все, отлично, Настя. Тебе еще две хорошие проверочки для лекаря, и все. А, значит. Все, ребята. Ход игроков закончит? Давайте, что я могу сказать? Летите дальше, правильно? Допустим. Кто за рулем? Я, 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 я. Я же путь прокладывал. Давайте, полетели. Ну, дальше там. Долетаете вы до Измарзи без проблем. Ну, как бы до вот этой точки рядом с Измарзью. Видите, там мышей. Очень большое количество мышей. Судя по всему, вы думаете, что это мыши, избежавших поселений рядом с Измарзью. Ваши действия. И они просто стоят у границы, понимаете, вот что проблема. Надо спросить у них, что они тут делают. Сектанты. Вот это точно сектанты будут. Зачем гадать? Давайте просто спросим. Здравствуйте, господа мыши. Что вы тут делаете? Горе, горе нам, горе. Из родного города выгнали. Выгнали? За что вас выгнали? И кто выгнал? Война, бунт. Вызмарзи. Так, парни, про это было что-то... Ну-ка, взмарзи. Что там говорили? Я это... Ну, там вот это вот, короче, что-то вякнуло, я помню. Ну, так, похуйняка. А, блядь, это... Всё, я вспомнил, что это за хуйня. Там же бунт, блядь, поднимали пидоры. А кто поднимался? А, вот это вот нам не говорили, блядь. Хорошо, кто вас выгнал? Уважаемый мышата. Крысы и харьки! Крысы и харьки? Харьки в городе? Да! Ну, ребята, это... Подожди, а харьки же, они же как ласки, разве нет? Ну, не поменьше, но... Ну, да. Эту... Отсквернённую землю уже не спасти. Эвакуируем мышей. Агонет, агонет, сожжём! Мы сожжём его! А что если, короче, харьки, это кровосмешение ласок и крыс? И мышей, блядь. Басарды. Да-да, кайфанём. Я бы тоже был присоединился к этому смешению. Ого! Ты и белого ещё добавь туда. И белого, пожалуйста. Фурифан, фурифан. Так, хорошо. Мы сами смирим. Надо этот... Надо тогда... Чё делаем, ребята? Надо помочь. Надо эвакуировать мышей и сжечь этот город. Да зачем жечь-то? Мы не сможем уйти с целой армией. Так а если их не армия? Если там, блядь, просто... О, три хорька, два с половиной мыши? Я не думаю, что они смогли отчекрыжить весь город таким составом. Хуй знает. Изморозь далеко, блядь, от Локхевена. Там пока машина сража дойдёт, уже проебали. Я поэтому и говорю, что их надо эвакуировать в другой город. А город сам сжечь, чтобы не дожидаться сража. Перенаселение, блядь, иммиграция. Ты чё, иммигрантов, блядь, в другой город? Какое сжигание? Город мы сжигать точно не будем. Там чумы нет, ничего нет. Бось, бось, бось... Что вот это вот... Вы слышали это? Много слишком, блядь. Вы слышали это? Почему? То почему. Иди, блядь. Сам иди, блядь, нахуй. Присядь, нахуй. Сейчас как у тебя молния въебёт, блядь, и всё. Давай, блядь, блядь, я здесь... Хорошо, я спрашиваю, у вас есть здесь кто-то старший из города, чтобы с ним поговорить на эту тему? Да. Стефан! Стефан! К вам подходит... Стефан Найн? Ладно. Стефан Карри. Вот это ты вспомнил, брат. Подходит к вам громадный такой... Большой такой, крепенький мышь прям. По имени Стефан. И говорит, я староста этой деревни. Что такое? Стефан, нам нужно узнать подробности, что у вас конкретно случилось, с кем мы должны иметь дело. Он обращает внимание на ваши плащи и говорит следующее. Говорит, понимаете, такая ситуация, мышиная стража. В городе пришли крысы-заговорщики. И на протяжении, наверное, месяца мариновали местных жителей. Мариновали, блядь. И те, кто оказались слабой волей, решили, что изморозь и вообще мышиная стража, Лукхэйвен, все это не защитит их. Вот. И в один из дней началось восстание. Те, кто поддались под это, решили как бы захватить город и свергнуть местное самоуправление. Вот. Потом прибежали какие-то... Может, прости, пожалуйста, установить свое самоуправление? Ну, свергнуть, да, ну и установить. И пойти против машины стража. Да, да, давай, короче. Это же вообще... Мы же этими антагонистами станем. Ну, интересно, не? Да подожди, он, блядь, поправил речь Виталика, блядь. А не идею закинул. Сука. Это можно, блядь, что-нибудь сжечь, да захватить, блядь. Блядь, у нас... У нас какой-то совершенно этот, блядь, странный нахуй персонаж, блядь. Он верит в бога нахуй, но все равно хочет, говорит... У него чисто этот... Да он, он, он чистый инквизитор, блядь. Ждем инквизицию от Егора, да, чисто восстанем инквизицию. Я считаю, что этот, блядь, в него сатана вселился после последней игры, блядь, и вот. Когда я танцевал перед человеком, меня потоки затрали. На два ранения и минус хп, которое ты мне всучить хотел. Ты про это? Да я про все, блядь, Егор, про все. Почему сразу сатана? Объясняйте. Ну, чем он какой-нибудь стопус? И ему на... Наоборот, праведность. Абсолютно мои действия направлены исключительно во имя Господа. Иногда приходится идти на жертвы. Верим, верим. Дьявол тоже так говорил, когда против людей начал крестовой поход, блядь. Это не он. Хорошо, ребята, я очень рад. Крестовой поход это тоже не все бы было. Все, все, помолчите, помолчите. Вы, блядь, оборвали человека, нахуй, на половине разговора. Мы же, блядь. И сидите, пупаете тут. Ты клюв прям, Настя, мне написал. Очень важно. Вот. Реально это важно. И вот, какие-то заговорщики. В итоге нам всем пришлось уйти, потому что город в огне. Так здорово, Эмыш, ты почему опять как маленький разговариваешь? Иди нахуй. Вот и все. Вот и поговорили. Вот. И в общем, весь город, вся изморозь сейчас в огне, понимаете. И там бунт, там местное самоуправление. Нам некуда деться. Вот мы ушли на границу. Горит, руководит этим восстанием безрукая мышь. Безрукая мышь. А они обоих рук нету или одной только? Я не видел. Но видел, что... Обеих, прошу прощения, и обоих, обеих рук. Игорь не зря сдавал, брат. Там тоже такая ошибка часто в каком? В седьмом задании? Я не помню уже. Игорь, пять лет назад Игорь сдавал. Я не помню уже ничего. Короче, мое предложение их куда-то переселить, а их просто сжечь и все. А блять. Потому что вот те местные жители, что там остались, их вера недостаточно крепка. Она не смогла согреть их, и они встали на путь ереси. Они не расстойны жить под началом мышиной сражи. И уж тем более мышиной церкви. Не, в любом случае, мы должны вершить правосудие. Как-никак нужно вернуть мышам их дом. Нет. Но мы вернем им дом в другом городе. А эти дома, они уже пропитаны злом. Да каким злом? Там другой веры нет. Там верят в то же самое. Причем здесь вера? Они ублюдки и пошли на поводу у каких-то других ублюдков. Они слабые и лохи. В смысле слабые? А чего? Подожди, Гор. У тебя чему божество вообще учит? А ты какой-то, блин, не знаю. Они ублюдки. Вот они вредили всех вообще. Ты всего только веришь, а не в богов. Бог говорит, что надо всех любить. Но не мышиный. Ты впервые веришь или нет? Так, так, пора, по-моему, лор писать мышиную Библию, пожалуйста. По-моему, пора реально писать, блядь, мышиную Библию, ребята. И какого-то верно. Напиши-ка ему, чтобы он персонаж этот перестроил, а то реально мои еретики сами какие-то. Не сами, но Егор-еретик просто сам. Ну вот. Так в этом... Блядь, вы меня захейтили. Вы меня захейтили, блядь. У меня в этом и смысл. Персонаж был в противоречивости его веры и веры государственной. Типа, вот в чем смысл. Так, стоп. У меня не... Ну, в прямом я там потом хотел, короче, сюжетный поворот отыграть. Церквю. Вы запороли все. Злодеем хотел стать? Ну, не совсем, не злодеем, нет. Ну, из мышины сразу я не собирался уходить. Да, вопрос. Что ты делаешь сразу тогда вообще? Тебе надо тогда природу повышать, чтобы ты... О, повышать же? Ну, повышать, да. Да, повышать. Да, что я хочу на пяти природу догнать. А так у меня и так... Сколько там шесть, и ты с ума сходишь, да? Семь, семь. Вот мне шестерка нужна просто, чтобы быть на грани... Нет, с ума сходишь, это когда ноль. А ноль? Нет, слишком много. Слишком много природы ты с ума сходишь, да? Подождите секунду. Я объясню, ребята. Это ноль. Чем меньше природа, тем ближе ты к человеку, по-моему. Так, Настя? Угу. Чем выше природа, тем больше ты к мыши. А, ну вот, тогда ему вот нужно... Вот, вот, мне нужно... Нет, мне наоборот надо слишком много, чтобы быть на грани безумия. Типа звериного и не звериного. Ребята, мы по сюжету пойдем, а? Ну, вот это вот галдеж все, и это можно часами разбирать. Может, по сюжету уже пойдем? Я вот, честно, ребята... Давай, давай, да. Давай, давай. Ну, что, Саша? Какие ваши действия? Давайте уже разбираться. Надо плаву продумывать. Я думаю, большинство точно за то, чтобы мышей как бы выдворить и вернуть изгон... Этих, от харьков ебаных и от крыс, которые подняли бучу, блядь, и все. Вернуть дома людям. Буча! Ладно, ой, это очень грустно так шутить, отмена. Осуждаю такое. Как в смысле? Это устойчивая фраза, которая... Все, все, забей, это хорошо, что ты не понял. Я просто дурак. Нет, я понял, про что ты, но я про то, что это давно устоявшаяся фраза. Я знаю. Все. Это я просто дурак. Действуем, блядь. Сашка у нас лидер в лобби, поэтому... Так, Саша... Действуем от Сашки. Саша езает способность лидера реально всех. Я не езаю. Так, это я не говорил, не надо. А я говорю, я нажимаю пук. Бог сделал все за тебя. Вот здесь бог жестокий, поэтому... Поэтому давайте сожжем этот город, пожалуйста. Бог пукнул, будет что? Что бога... Ты давай, сиди, безбожница. Что произошло после того, чтобы... А ты закажешь, что не амах. Ничего не случилось, заебали, играйте. Ну, что... Все, все, пошли по сюжету, забейте. Виталик, мы город чистить хотим, спасать людей, блядь. Без проблем. Это план продумать. Продумывайте. На моего отца. Предлагаю, короче, такую вещь. Надо снять плащи и... Разведать территорию, что там происходит внутри? Ну, главному прийти в духе путешественников, типа, понять, что-то как, а там уже потом действовать. По ситуации. Ну, тогда надо... Блядь, а вот как бы так грамотно сделать? Просто, если мы все вместе ворвемся в этот, нам же, наверное, пизда будет. Нет, ну да. Это подозрительно слишком. Ну, короче, я предлагаю так, типа, я и Владик, прошу прощения, Эрнест, то бишь я и Томми, пойдем внутрь со снятыми плащами, просто как путешественники. А тем временем Сет и Шерлок, они посмотрят вокруг что-то как, где примерно местоположение остальных, получается, крыс, хорьков есть. Мне нравится. Все согласны? Хотя нет, я бы лучше... Отжигать можно? Я бы лучше наоборот, чтобы Владик сам пошел тоже в этот... Точнее, Томми пошел разведывать, а я, допустим, с Шерлоком пойду внутрь. Вот. Хотят меня оставлять? А Томми и Сет как раз разведают. Что, Настя, ты сказала? Я не согласна. Давай. Мне кажется, что было бы разумнее. Я понимаю, что у нас это лидер и все такое, но дело сложилось, что ходят чуть ли не со старта игры, и со старта игры я вас в толком не помню, с луком и все такое. Мне кажется, что там более развито первое, что это как бы на мышление и тактическое мышление, поэтому... Ну, короче, не используя метагейм, Настя намекнула про то, что у Саши хорошо вкачан следопыт, грубо говоря. Я просто хочу... Я с главным хочу поговорить. Ну, хорошо. Тут просто... Я считаю, с главным должен говорить тот, у кого хорошо навыки, вот, соответствующие вкачаны. Ну, пиздешь, но манипулятор типа у меня на тройку. Ну, вот у Саши есть два оратора. У меня там что-то два было. Оратор, по сути, два оратора. Ну, да, вот я считаю, что Влада надо отправить говорить жестко, короче. Говорить с главным. Вообще, да, вообще, да. Типа надо идти мне, по идее, пиздеть. И Настя, потому что у нее тоже нормальный. А нас с Сашей, потому что у нас следопыт и все вот эта странь вкачана, оставить как раз наблюдать. Вот это логичнее было. Там вопрос в том, где сидит главный этот, блядь, отморозок. Если там, условно, какой-то замок, на который можно спокойно залезть, блядь, и при этом не спалят, то, что ты туда залез, и при этом можно будет главный зал просматривать, с этой, там, условной башней, блядь, или еще чего-то, то тогда Сашку надо просто туда отправлять и все. Ну, на прикрытие, типа, нас. А я тогда с Настей иду внутрь пиздеть с главным этим кентом. Я, короче, предлагаю наоборот, как раз нас с Сашей отправить на разведку, а вот Настю и Влада отправить, получается, разговаривать жестко. Да, 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 так и есть. Тогда, тогда смотрите, что, смотрите, у нас цель такая, что, я вот считаю, что главаря смысла нет брать в заложники, типа, им там, мне кажется, и недвижущие им нахрань будет. Типа, убьем одного, займет место другой. Поэтому, Владик, я предлагаю тебе как-то припугнуть, типа, обмануть, что, вот сюда уже выдвинулась типа армия, они знают про восстание и что они вот-вот будут тут. Попытайся что-то такое сделать, окей? Ну, типа, да, я понял. Прокиньте на военного Егора и Саша, поскольку план разрабатывали. Ну, у меня, что, у меня военный один и плюс от шляпы у меня два кубика. У меня военного нет, а у меня один военный. Добавь к Саше обрыску. Один сложность, давайте. Все, замечательно, вы разработали план успешно, все. Так, почему, мы не додумались, просто идем на пролом. Не, так бы не было, просто, ну, идем устраивать большой пастук. Это потом поможет, вот так сказать. Мои деньги. Так и в итоге, то есть, давайте, давайте, теперь мне объясните план. Вы, Саша и Егор, вы занимаетесь разведкой, Настя с Владом идут внутрь, так? Да. Без плащей. Без плащей. Настя и Влад идут внутрь разговаривать с главгадом. Вы на разведках? Да. Хорошо. Занимаемся сразу тогда. Сашка, Егор, начнем с вас. Какие ваши действия предпринимаете? Вы двигаетесь к изморозе, правильно? Я говорю этому, как его зовут? Старости. Не старости, я говорю Эрнесту. Брат, да, я понимаю, что возможно тебе не нравится сценарий с сажением города, но давай хотя бы найдем что-то горючее на случай, если что-то пойдет не так. Оно правда может помочь. Оно может помочь. Нет, мы не будем ничего сжигать. Что будут делать бедные жители, если нас убьют, ты подумай. А так мы можем убить себя вместе со всеми вместе со всеми этими ублюдками. Мы не будем ничего сжигать. Если мы погибнем, мы погибнем во имя правого дела. Тебе это еще аукнется. Тебе это еще аукнется. Хорошо. Саш, какие действия ты предпринимаешь? Я хочу узнать примерно расположение, типа, ну, как бы, получается, вот эти вот челы, они же не в одном месте, прям, всей шайкой тусуются, они же как-то разбрелись. Вот я хочу узнать примерно скопление, типа, где они, по каким точкам они находятся. Примерно. Прокинь разведчика. Сколько у меня там разведчик? Два. Егор тебе помогает? Да, конечно, сейчас. Только у меня разведчик. На данный момент объясню, вы разделены, потому что, опять же, Настя с Владом идут внутрь, идут туда, в сам город, без плащей. У меня два разведчика. Вы находитесь дальше. Все, хорошо. Сложность, Саш? Изморозь, такой город отдаленный, понимаешь? Такой не город, даже деревня больше, то есть из того, что есть. Такой, знаешь, прям такая обычная отдаленная деревушка. Вот. Сложность проверки, там она стоит рядом с рекой, вот, вот. Сложность проверки два, Саша, чтобы посмотреть, где все, вот прям обойти-ка, так скажем, вот это все, блядь, по кругу, эту изморозь, и узнать, скопление увидеть, где мыши, там все остальные. Давай. Есть. Прекрасно узнаешь, видишь, полностью, обходя изморозь, вокруг, ты понимаешь, что на главной площади тусуется очень много мышей, мыши, и крысы там. Харьков пока... Прости, пожалуйста, я тебя перебиваю, у меня военное дело два, и сейчас на что мы кидали? На разведчика. На разведчика, все. Извини, что перебил. Проходишь, собственно, вокруг, видишь, что на главной площади очень много мышей, то есть мыши в основном собрались на главной площади, что-то скандируют, но ты не слышишь, не понимаешь, что они говорят. Вот. Пара дома, дома, они в плачевном состоянии, подожжены некоторые дома, то есть вот так вот подгорают. И видишь, в дальнем углу ты видишь около маленького такого небольшого здания, но в которое может поместиться хорек, вот так тебе, стоит тоже парочка хорьков и парочка, как это сказать, парочка крыс на ухода, вот. Но в основном все... Я хочу на карту нанести, получается, положение этих типочков. Ну, хорошо, давай, картограф, выкидывай, картографа. Сложность 1. У меня сколько картограф? Ай, будь один, не написано даже. А у меня нет картографа, у Саши он есть, по-моему. Да, у меня картограф. Да, у Саши есть. Вот я даю Саше свою карту, ой, я сдаю Саше свою карту, пусть он нанесет на нее с помощью навыка расположения отрядах этих ублюдков. Давай, Сашка. Сколько там? Ну, один. Я могу с помощью архивариуса ему помочь хотя бы чуть-чуть. Подожди. Или нет? Сейчас. Архивариус проводник, да, можешь? Ну, давай, у меня ноль выпало, я только твой кубик кидаю. Тяжело. Хуёво, не вышло, блядь. Прям карту зачеркнул нахуй полностью всю. Так счеркнул, что ты понял, что ну пиздец, блядь, машины территории больше на ней не посмотришь, блядь. Там Саши рука дрогнула, блядь, и пиздец нахуй карте. В мусорку ее неси, блядь, туда ее надо. ПТСР. ПТСР поймал на карту, посмотрел. Все, пиздец, переходим к нашим Насте и Владику. Алло. Вы проходите по главной площади. Что дальше? Ну, я же сказал. Алло. Что он, блядь? Алло. Он завистики, походу, у меня звук отъебнул. Да, у тебя умер звук. Короче, Настя и Влад, вы... А, я понял, в чем проблема. Блядь. Вы проходите, собственно, так. Ну, как вы действуете? Давай, расскажи мне ваш план. Я? Да. И ты, и Настя. Ну, пока. Пока, да. Нормально. Мне-то инфо используется, да? Да мне вообще пухой, объясняй, как хочешь, как можешь. Ну, короче, блядь, заходя в город, начинаем осматриваться вокруг, просто смотрим, что вообще в городе происходит, какая обстановка, прежде всего. потому что это все-таки важно. Ну, я так полагаю, мы замечаем толпу. Да, ты замечаешь то же самое, что и Саша видел. Подгоревшие дома, большое количество, большое скопление на площади, и ты... Саша не слышал крики, но ты слышишь, как «За крысиного короля! За крысиного короля! Крысиный король! Вперед, крысиный король!» Ты кричишь, ты слышишь прямо вот эти вот скандирования толпы у главной площади. Понимаешь, что мыши чего-то ждут, ждут какой-то... ждут какого-то крысиного короля, так скажем. Вот. Но говорят, что... Ну, еще подслушивая, так скажем, немного, ты ты пытаешься шепот услышать, прям как говорят, знаешь, как это сказать. А хуле у тебя две доверия и стража? У тебя же там острый слух был, да, Саша Владик? Да. Острый слух, блядь. Тебе два доверия... Да, но сбрасывается, блядь, почти. Ничего страшного, мы тебе напишем. Вот. Ты слышишь шепот, но очень тяжело тебе как-то... Ты будешь прислушиваться к такой вопрос тебе? Блядь. Да вообще надо бы, по идее. Ну да, я прислушиваюсь, чё. Сложность два, они очень тихо говорят. А что я именно прокидываю? Здоровье, природу, кого? Следопыт. Давай так. Следопыт. Даже нет, давай так, разведчик. Ты же информацию разведуешь, правильно? Так, а то у меня три разведчика же, правильно? Да. Ведь ты подслушиваешь, ты можешь использовать черту. Подожди, нахуй. Я финкинг. Или можешь наоборот, насрать себе чертой? Оглохнуть нахуй. Ну, блядь, как хочешь. Ну, как бы, я тебе скажу по-честному, типа, ну, если вы срёте себе чертой, вы получаете проверочный балл, который вы можете потратить в ход игрока, чтобы совершить дополнительное действие. Пук-пук. А навык мне как прокачать черты? Навык черты? Потом, урвенчер ты. Там, там, по-по-по-по-это, блядь, когда сранка берёшь. В зиму, в зиму, в зиму. В зиму, да, да. Да иди ты нахуй со своим насрать. Давай, ладно, я использую острый слух. Юзай. Дополнительно. Кубик. Плюс кубик? Да. Один? Да. А вот это у меня как-то Пошёл, пошёл, пошёл нахуй. Приляг. Отдохни. Я уберу, отпусти, блядь. Всё, ладно. Два там надо, да? Два есть. Два есть, поздравляю тебя. Ты слышишь, короткий диалог двух, двух мышей, да, они говорят, блин, что ж, что ж там с нашим правителем самоуправления? Он там так стоит, стоит до сих пор, упш, вот в том доме, в том доме до сих пор стоит. До сих пор он... И показывает, знаешь, в сторону смотрит вот это здание, которое Саша уже подсветил, так скажем, где большое, куда могут в харьки войти. Пинганул на него. Пинганул на него, да. Вот. Говорит, вот, типа, он говорит, он может нас спасти от этого крысиного короля. Может быть, правда, это хуёвая была идея этим заниматься. Вот. Угу. То есть, у нас есть шанс увидеть главгада. Подожди, у нас эти двое, блядь, смотрят в сторону площади, где главгад появится. Возможно появится. И при этом два... Похуй. И при этом два мыши переговариваются о том, что есть какой-то некий кент, который может спасти от этих мышей. о, блядь, крысы, ёбаный. Ну, я предполагаю, что всё-таки надо бы пойти посмотреть, что там за кент, но при этом надо аккуратно идти это делать, потому что вдруг там стража, состоящая из хорьков. Это тогда пиздиловка, скорее всего, будет. Настя, как думаешь, пойти туда вдвоём либо разделиться, один остаётся на площади, другой идёт туда, либо не идти туда вообще. Ой, сложно такая. Я понимаю. что надо посмотреть и лучше не разделяться. Ну, давай, давай, давай посмотрим, узнаем, что там вообще, как обстановка внутри, если можно посмотреть. Если там всё тихо, мирно, то я бы залез, расспросил бы кентика, товарища, друга, видимо, будущего. Подходите, получается, к дому, правильно? На входе две крысы с алибардами говорят, куда пошли? Блядь, сука. Да мы это, мимо проходим, просто смотрим, мы путешественники, сюда забрели в город, а тут какая-то столпотворение в центре города, ни торговцев, никого нет, вот и смотрим, что вообще происходит в городе. Вы не знаете, кстати, что происходит тут вообще? Слушай, маленький, не доёбывайся до нас, иди своей дорогой. всё, 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 прошу просения. Значит, ты ему сказала так? Нет, это муки. Я просто озвучила, чтобы все знали, что я подумала. быдла, и ушла такая. А вообще, ребята, если не секрет, а что вы тут такого прям опасного сторожите? Не твоё дело. Ну, хорошо, хорошо. Прошу прощения, отхожу назад, но при этом посматриваю на них и думаю, как бы ещё можно было бы подойти так, что может есть какой-то секретный ход в дом, там, сзади, с чердака или ещё как-нибудь. Прокидывай, разведчика. Давай, блядь. Три? Два. А сложность? Ну, два, блядь. Сука. Ноль. Ну, один есть. Ты не видишь возможности, как пролезть, но... Блядь, а у Настя же тоже была, Настя могла помочь. Ну? Проебали. Проебали, получается. Не, подожди, она помогает, помогает, помогает. Просто чуть поздно, чуть поздно. Да, тоже ноль, блядь, всё, иди нахуй. Так, так и случилось, блядь. Что, на тебя усталость? Может, у тебя усталость навесить, сука такая? за что? Ещё и кубик достал. Всё, всё, не иди, не иди, ладно, хорошо, я не прав был. Хорошо, Владик. В общем, ты, просматривая весь дом, не находишь никакого дополнительного хода, понимаешь, что как-то тебе бы, блядь, если есть, есть возможность, ты понимаешь, что эти версии тупые, блядь, да нельзя, нахуй. Два, ну, крысы никогда не блистали умом в твоём соотношении, как вот националистических твоих взглядах. Вот так, Владислав, я тебе скажу. Я не осуждаю. О, у меня друг крыса, ты чё нахуй китай? Нет, нет, не осуждаю, не осуждаю, всё нормально, подтверждаю. Ты в хуёв, у меня друг крыса, блядь. Ну, до этого-то было, блядь, ты его, ты доёбывал, вообще-то, у вас там до кого-то был, блядь, долгий, тяжёлый, про его принятие, так что, Владислав, ну, немножко твои качества переходят на твоего персонажа, блядь. ладно, ладно, поехали, давай, ну. Ну, что, что будешь, как действовать будешь? Короче, этих можно отогнать, да? Тупые. Тупые. Ну, тупые. Это должен делать тот, кто умеет переговариваться и манипулировать. А, ты имеешь в виду запиздеться с ними? Можно либо запиздеться, либо заманипулировать? Блядь, давай, давай я сначала прокину, блядь. Давай. Типа, на решимость, блядь. Получится или нет? На решимость чего, блядь? Запиздеть их попытаться? То, что я их запизжу, да, то, что я смогу перепиздеть их. Нихуя себе. Хорошо, тебе могут помочь с навыком манипулятор. Настя, ты помогаешь, очевидно, правильно? Да. Старик, блядь, ну, ты, типа, пиздеть гораст, конечно. Сложность. Блядь, как бы. Давай, давай. Но у них, у них, но у них есть прямой приказ никого не впускать, поэтому три. А, вот так вот, да, вопрос встал, блядь? Да. Два. Два, два шанса есть? Ты, ну, что ты им сказал? Я бы им сказал, ребята, я от главного пришел, проведать, как наш пленник тут поживает. Ни, что с ним вообще, живой, не живой, блядь, потому что надо, блядь, в ежовых рукавицах таких, блядь, держать. Сука, вы посмотрите сюда, где? Вот это вот, видели? Мы сейчас будем страшные дела на площади делать. Хуй с ним, хуй с ним, Владислав. Знаешь, что мы сделаем с тобой? Что мы сделаем с тобой? Обосрем тебя полностью. Меня вы эти же кандалы закуют, блядь. И туда же, блядь, ему же нахуй. Поскольку прошлую проверку ты провалил, и эту ты тоже провалил. Кстати, да, подожди, манипулятор проеб. Да, да, вот. А какая до этого была? Разведчик, разведчик. Разведчик. Пытался понять, что за хуй. Но проебали. Я придумал продолжение к плану мышата. Владислав, поскольку ты проебал, я знаешь, что сделаю? Я думаю, я возьму себе вольность и разрешу тебе... Ты получаешь злость, во-первых, ты разозлился. Угу. Но ты все-таки... Тебе удается запиздеть тех мышат и крыс, и ты... И они пропускают вас внутрь и говорят, что, блядь, ну кандалы, кандалы мы одобряем. Вот. Вы проходите внутрь. Заходя внутрь, вы видите раненого мыша. У него очень седая шерсть, шерстка. Знаете, что он очень... Видно, что это очень мудрый мышь, так скажем. И как-то вот, знаете, чувствуете, что он явно не злодей. Вот так я бы сказал. То есть он здесь только пешка. Вот так. Вот. Рядом с ним вы заходите в подобие какого-то такого небольшого дома, ратуши, что-то такое. То есть это бывшая ратуша города. Вот так. Помимо этого, рядом с ним стоит один хорек и просто стоит... Стоит... А, нет, 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 ребята. Хорека нет. Рядом стоит... С ним рядом стоит крыса. Прям мерзкая, ужасно выглядящая крыса. И вот что-то ему пиздит. Прямо на ушко. Типа. Вот так. Они вас особо не замечают. Типа, ну так, вы зашли, типа они... Ну, они продолжают разговаривать. Вы не потревожили их. Вот так. Ну, опять же, попытаюсь подслушать разговор. Возможность имеется? Он говорит очень тихо. Ну, у вас рост слуха нема, блядь. Без вопроса, сложность три. Три? Да. Ну, три с четырёй, блядь, надо... Извини. У Насты тоже есть. Настя помогает? Настя, ты помогаешь подслушать? Конечно. А, по-моему, это... Что? Можно? Ну, я тоже второе ухо, почему нет? Если я, как геймастер, говорю, можно. Хорошо. Это звучит странно. Пять. Ну, вы, типа, вместе на вас стрелили уши и пытаетесь что-то услышать. Хорошо. Прокидывай. Три есть. Всё. Он говорит. Да, послушай, ты сделал правильную вещь. Да, да. Всё ради него, понимаешь? Когда придёт крысиный король, ты сделаешь правильную вещь, ты будешь его первым советником. Да, ты потеряешь это маленькое поселение. Но ничего страшного. Ты обретёшь новое. Он станет королём. Изморалься портсумаха ржаволиста. Вдови сосны. Ты понимаешь, что мы отвоюем эти территории для нас. Это станет нашим. Нашим. Это он про меня. Я, я. Блядь, есть страшная вещь, но я боюсь, что это приведёт в итоге к конфликту между мной... Ну, короче, мы с Настей против вот этого крыса, блядь, который сейчас пиздит на ухо этой мыши. Что придумываешь? Есть вариант. Мне сейчас из своей хуйни сделать нож и использовать его как метательное кинуть в типа попытаться убить его. А вы попиздеть не хотите? Вот Саша, например, план придумал. Давайте так начнём. Егор хочет что-то, наверное, вставить. Я хотел, да, пока мы вот всё ещё с Сашей находимся, получается, там, расследуем. Я без ведома для всех пытаюсь усмотреть что-то горючее, что-то, что можно поджечь. Но это я не буду всё поселение сжигать. Я не буду всё сжигать, честно, честно, в этот раз заверите. Я не угрык. Ну, не до конца, в смысле. Чуть-чуть. Но не всё. Сложность два, разведчик, давай. А у меня сколько? Два. Без? Сколько, да? А что, что ты хочешь, ну, блядь? Ну, давай. У меня тоже нормальная была проверка. Сейчас два будет. Ноль? Ты объясню, что случилось. Не получаешь никаких действий. Всё это время ты встал на пригорок, блядь, и падаешь кубарем, нахуй, прямо на площадь, блядь, Егор. Прямо кубарем на площадь сваливаешься. Кубарем... А я хочу сказать, что я в это время, я, короче, из-за того, что план придумал, я убежал к этим мышам, которые изгнаны типа из деревьев. А, то есть ты даже не замечаешь то, что случилось, правильно, Сашка? Да, да, я не замечаю. Я использую Что ты используешь? Черты сразу две проворные и боязливые и убегаю просто со всех ног настолько быстро, насколько это возможно. Так ты даже не дослушал, блядь, ты падаешь на площадь и на тебя все смотрят. И ты, на удивление падаешь прямо, блядь, перед стражниками, которые были. Они смотрят на эту хуйню? Я говорю, я вот этот вечер доезжаю и просто на максимальных скоростях оттуда убегаю. Без вопросов, давай. Прокидывай на природу мышиную. Сколько у меня? Пять ее, да? Пять мышиной природы? Используй, получай кубик за каждую черту, сложность проверки три. Ты не сбегаешь, нахуй. Давай. Можно, можно, бал личности. Топорик, он дает. Топорик прокинуть. За каждый топор получаешь этот. Это он, подожди, так это нихуя не уйдет. Ну это нет, это я в новый тип. Давай, давай, прокидывай. Еще за топор можешь. Нет, зачем? Все, я три выкину. Все, хорошо. Ты, ты спокойно смог убежать от этого всего, они не успели, они посмотрели на тебя, типа, и ты, и ты сбегаешь, нахуй, вверх по этой, по, как это сказать, блядь, по гору, по пригорку. Но в это время все начинают кричать, ребята, тут, блядь, не свой, нахуй, на нашествие, интрудер, блядь. Кричат, нахуй, блядь. Спайский. А могут, да, да, а могут, блядь, охуенять его. Они кричат, вон, и убегают, и типа, за тобой, за тобой начинают, выбегают из другого здания. Я им парчу получаю. Из другого здания. И крысы не бегут за тобой, они стоят, стоят так же на проходе, но остальные, короче, бегут за тобой, типа, там, блядь, обычные местные жители, крестьяне, да, пытаются догнать тебя. Блядь, вылез даже хорек, нахуй, и бежит за тобой, ебать, очень быстро, нахуй, потому что он хорек, блядь. Вот. И ты, куда ты, куда ты, это ваш шанс взорвать крыс, давайте, давайте, это ваш шанс взорвать крыс. Ташка, твои, твои действия, твои действия. Вернемся к тебе. Я вообще хотел, хочу подсобить своими действиями, вот этим разговором, пока, ну, пока наши товарищи, Томи и Са, с крысом, я вот пытаюсь, ну, типа, про себя говорю, господи, хоть бы они сказали про армию, хоть бы они сказали про армию, иду, бегу к этим, к... Ну, я понял, к мышам, которые остались без дома. Да, и говорю, ребята, вот сейчас нет времени объяснять, дружно, в несколько рядочков встаем и начинаем маршировать. Просто маршируем на месте жестко, чтобы земля тряслась, чтобы челы думали, что армия уже рядом, вот чтобы они к земле прислушались, такие, упа, мыши идут, военные. Понял, Саш, давай, тогда в таком случае ты должен с помощью навыка оратор убедить всех делать это, потому что они в хуевом расположении духа. Сашка, проверка будет тяжелая, и тебе надо будет, скорее всего, бля, подожди. Потратить балик. Бля, Егор, ты мог себе просто, да, ты мог себе просто же закинуть. Топоры не за бал личности, а за бал судьбы были. Да, 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 похуй, он, считай, просто тогда прокинул кубик, вот и все, типа пустой. Ладно. Так что, ну, бля, тут, да, тут наш проеб. Ну, я типа не досмотрел. Ну, бывает, ничего страшного. Ладно. Сашка, у тебя к тому же ранение, минус один ко всем проверкам. Представляете, у тебя один на прокид оратора. Я не буду тебя мучить, пусть будет это, пусть будет, блядь, как это сказать? Так, подожди, у тебя что-то есть, чем помочь, можно? Ага, водой напоить. Водой напоить их, блядь. Фонариком нахуй, три из пяти, блядь. Давно, кстати, крит-провалы работают, Виталик, вот, я что-то заметил. Какие крит-провалы? Ну, вот, когда у меня ноль выпадает, у меня критические провалы, ты мне отдаешь прям вот сложные, ну, короче, прям последствия, последствия, хотя раньше такого не было. Раньше я просто, ну, как, как работать, блядь, как мне хочется, так они и работают, так будет сказано. Ага, ага. Ну, на все воле Божье, ты прав. Ну, вот, ты видишь. Что ж ты, Настя? Терпим. Нет, ну, блядь, нет, ну, просто, если вы хотите, это, это, ребятки, это, это сюжетный, это сюжетный поворот, почему нет, типа, я же, я же могу любой, типа, сюжетный поворот въебать. Терпим, терпим. Терпим, хорошо. Хорошо, Сашка, прокинь, сложность будет, блядь, да похуй, прокинь хоть один кубик, Сашка, давай, давай так, прокинь его, блядь, блядь, Саш, ну, видишь, нахуй, вообще, видел, 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 видел бог, блядь, видел бог, блядь, это, все, все очень хуево, честно будет сказано. Хорошо, хорошо, я, я хочу использовать черту храбрый, чтобы они воодушевились, видимую храбрый, что, нужно отстаивать, а черту, а черту лидер? Нет, лидер я не хочу, я хочу использовать черту храбрый. Хорошо, без проблем, прокинешь еще один кубик, давай, Саш, вот, чтоб, типа, ребята, чтоб они воодушевились, воодушевились, понял, давай, блядь, Саш, ну, видел бог, блядь, ну, видел бог, блядь, они понимают, говорят, дети начинают, дети мышины, начинают плакать, говорить, блядь, нет, нет, мы не будем этого делать, нам страшно, нам страшно, нам страшно, там харьки, там страшно, блядь, они тут рядом, никого нет, никого нет, говорят, тебе подходит, мать какая-то, одиночка, ты страш, ты нас иди и защити, блядь, и отправляет тебя к своим друзьям, толкает, и говорит, идти, занимайся, спаси нас, сынок, тебе остается только возвращаться к Егору, блядь, это очередной сюжет какого-то Монти Пайтона, просто, ой, блядь, ребята, такая охуенная история, возвращаемся к Насте и Владику, Владик, твои действия, Настя, твои действия, что вы делаете? Я хочу обратить, нам пизда, я хочу обратить внимание их на то, что в городе суматоха сейчас, никто ничего не понимает снаружи, понятное дело, что там суматоха, блядь, но все равно у нас, блядь, у нас крыс ебучий, который, под которым явно ходит, бля, Кентик, которого принуждают, точнее, если вы, я вам так скажу, если вы начнете конфликт, со стороны к вам никто не придет, вот так вот. Не, подожди, а если двое долбоебов, которые были за дверью, нахуй, все еще тут же стоят, они могут на шуму сбежаться, блядь, ладно, хустим, подожди, это мета-инфа, нам нужно, самим, потому что туда-сюда, и этот долбоеб нас заметит. Блядь, вообще, я бы, начал бы реально пиздеть, с Кентом, с двумя причем, одновременно пытаться, одного, запугивая, другого, ну, по сути, тоже запугивая, говоря то, что это вообще не, не тот путь, которым нужно двигаться, типа, крысиный король, который, буквально, переворачивает на свою сторону власть, в какие-то считанные дни, при этом, с захватом, устраивает, а завтра он что устроит, геноцид, мышей? Понял, ты говоришь такой аргумент, Владислав, хорошо, я услышал твой аргумент. А другому, а другому я говорю то, что, смотри, блядь, сейчас, меня отпиздишь, за мной придет армия, нахуй, они меня спасут, тебя выебут. Угу. Хорошо, Владислав, прокидывай, и твоего крысиного короля, блядь, на пару. Прокидывай, собственно, на манипулятора, давай. Сложность. Ты говоришь, начнем с того, что ты сначала, ну, ты им говоришь эти обе фразы. Ну, на стеклоп, получается? Я могу. Да, ты можешь, там, манипулятор, по-моему, можно помочь переговорщикам. Я, кстати... Да, переговорщик, можно. Беже-беже-беже-беже-беже. Ааа, где, 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 вот, да, у меня же плюс один еще за мантию было, ебаный в рот. Прокидывай. Я вообще про мантию забыл. Пивовара не помогает мне никуда. Два, Владислав, два, чтобы рассказать им, что это за хуйня, давай. Заставить, по крайней мере, пошатнуться от этой хуйни. Два есть. Два есть. Победа. Поздравляю. Тебе удалось... Крыс говорит, да говорит, да пошел ты к черту, ты ничего не изменишь в этом мире. А, ну, ты че, король вот этот вот, который самоуправится, ты понимаешь, он говорит, я все понимаю, говорит, но это не в моих силах все это исправить. Ты понимаешь, что нужно с ним нормально поговорить и не манипулировать. И поэтому, я говорю, ход переходит к Насте, и она должна устроить переговоры с этим человеком и поставить его на путь истинный. Вот. Ах ты, сука, на эти ролики. На все воля божья. Он решил, что будет говорить Настя. Его решение было... Я не про это, там, бля... Ладно, все, я замолкаю. Там просто, мне кажется, может интересный момент сейчас произойти. Что, Настя, будешь как-то уговаривать его? Ну, у тебя есть... Можно я поплачу? Можно... Можно я поплакать. Виталик, я забыл спросить. Да. Можно... Ты меня снимаешь? Да, я тебя снимаю, конечно. А я тебе разрешал меня снимать? А, точно. Разрешаю. Верно. Сука, это было слишком поздно. Ну, лучше поздно, чем я туда. Тоже верно. Надо разговаривать, Настя, сто процентов. Сложно? Тяжело? Ну, правда, сложно. У меня абсолютно ноль детей. Ну, надо как минимум отталкиваться от того, что он буквально на распуте. То есть, чуть-чуть, ну, не манипуляции, а нормального человеческого, мышиного разговора в сторону, и он уже на нашей стороне. Чуть-чуть аргументов от долбоеба на крысе, он уже на его стороне. Поэтому тут просто нужно разговаривать по душам с Кентом и все. По душам. Вам стопарик принести? Я пиновал, я все нахуярю. Ну, так что, Настя, по душам. Ну, что, подобрала слова или подбираешь? Нет, я не умею разговаривать, понимаешь? Типа, в игре у меня персонаж еще более-менее. В реальности я двух слов связать не могу. Это, ну, все. Все, пиздец. Поймал, блядь, да? Ну, пиздец. Вспомни любой диалог из Скайрима, где тела просто на свою сторону переманивают других телов, и все. Такого не было. Ну, вот эти вот переговоры душные на полдня, где ты решаешь, кому солитют отойдет в итоге. Вот это, короче. Это тот битвы с раконом. Это тот самый разговор, когда вы заводите, блядь, этого... Ада Винга. Короче, когда спасаешь этого дракона, блядь, с этого, блядь, сверх из глотки мира, я забыл, как его зовут. Про Турнакса. Самая духотная это, когда ты полдня смотришь, как бату убивает Алдуина. Или как его? Блядь... Вот это катсцена, это вообще... Так, все, Лона, мы отошли от разговора. Настя, я даю тебе шляпу пиздобола, держи. Пусть, пусть... Убери не себе обратно. Пусть, пусть она может тебе... Может она тебе хоть поможет. Дай мне. В реальности это будет, тогда, может быть, еще как-то. Я ничего сказать не смогу. Ребята, пишите сценарий Насте все вместе. Давай, давай, издевайся. Да я не издеваюсь, ну что? Давайте за нее просто кто-то скажет, как бы, от лица ее персонажа. Потому что в характеристике он будет использовать ее, но как бы выречь ее, как бы. Охуеть, охуеть. Там не будет же проверок. Там просто разговор, по сути. Там Виталик просто решает, кто выиграет. Ну я фиг знаю, когда что делать. Проебали. Да нет, почему выиграли? Короче, пока Настя думает, я хочу забрасываться на это здание, на здание, где вот они сейчас там разговаривают с помощью черты скрытный, ой, проворный, не скрытный, проворный. Смотри, с крыши пиздаешься еще раз на ровнение. Сарус, блядь, будет. С помощью черты проворный, чтобы, короче, в случае конфликта вкинуться к ним. И через дымоход, типа, как Санта залезешь, блядь. Да хоть в окно впрыгну, как кто угодно, ребята. Хорошо, Сашка, давай. Проверка навыка природа. Проворный дополнительный кубик, пять, пять кубиков держи. Два на проверку, чтобы залезть. А, нет, подожди, нет, проворный не могу, я же проворный уже использовал. Ну, все так. А их только раз за сессию можно использовать, да? Да, но там можно повысить на этот, блядь, уровень, и можно будет два раза использовать. Давай, Сашка, два. Нет, минус один у меня кубик. Минус один, правиль, справедливо. Ну, поехали. Есть, ты залезаешь куда надо, прямо стоишь, так скажем, у люка, который ведет на крышу, вот. Ну, я еще как бы, подожди, я хотел напротив окна, если у них там есть окна. Хорошо, напротив окна. И вот так, типа, жестами сигнал даю, типа, ребятам, что, типа, ребят, я тут, я на подходе. Понял. Тебя замечают, как раз видят. Смотрю в окно, замечаю этого, блядь, Эрнеста. В это время мы возвращаемся к Егору, и его, блядь, бенихилл, зэм. К беготням. Егор добежал... У нас просто Монти Пайтон. Егор убежал от своих преследователей чудом. Егор, что ты делаешь? Выживает, блядь. Бэр Гриллс, блядь. Я, я, что я делаю? Что? 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 Что я могу сделать? Я, 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 я. Не забудь ты в лесу. Придется мочу пить. Я не далеко. Блядь. Придется. Ты будешь мочу пить, слышишь, блядь? Нет, не будет. Он-то далеко. Ему сейчас мыши на клык дадут, эти крысы. А... Я где сейчас? В лесу. Ты можешь пить, да? Объясню тебе. Ты в лесу, да, неподалеку от беженцев, которые стоят. Ты убежал даже оттуда. Ты спрятался за ближайшим ущельем, тебя потеряли. Не бы далеко, блядь, убежал. Отсюда до сюда, блядь. Саш, кто же такой ран делал? Я... Чё я делаю? Я подхожу вот к этим типам, короче. Угу. Каким? Которые, блядь, беженцы? Да. Да. Вспоминаю про их план. Какой их план? Вспоминаю про Саши план, который он мне рассказывал. Угу. Ну, и пытаюсь теперь их, их ещё раз убедить, короче. Вместо Саши. Тоже? Помаршировать? Да. Один кубик, нахуй, убираем. Аэтор на два у меня. А, ну да, ещё у меня ранение дурацкое. Ну, блядь, прокинь, давай. Видит бог, блядь, ребята. Да ну не выйдет у вас это нахуй сделать. К тебе тоже подходит эта же мама, говорит, мам взяли, говорит, блядь, говорит, иди уже нахуй, и мы не можем нестерпеть тебя. Пожалуйста, помогите, пидорасы. Я понял. И отправляет тебя туда же. Хуёвую проверку перегратора поставь. Тогда я... Тогда я что? Я приказываю своему муравью. Опа, давай, наконец-то. Два вот этих вот чела стоят на входе. Угу. Я говорю ему, ты вцеп... Ну вот, я хочу, чтобы он вцепился одному в ногу и начал удирать, короче, чтобы они за ним рванули. Охуеть, муравей укусил, и они за ним побегут. Охуя, ну ладно. Он же кусать там не слабо умеет по меркам мышей. Ну давай, насекомо, вот прокидывай. Натренируй его, блядь. Один нужно, хотя бы. У тебя два, потому что ранение. А, ну да, два у меня. Сейчас. Давай. С богом. Можно хотя бы один топор выпадет? Да пизда, да. Да пизда, нахуй, ну. Не, все, блядь. Из этого всего все-таки муравей кусает его, но, типа, но, блядь, он такой, он не замечает этого совсем и такой смотрит, замечает тебя, блядь, и бежит к тебе, нахуй, на всех парах, чтобы тебя покучить, блядь. Уже как бы, ну, задание ты свое справился, оба стражника бегут за тобой, но, но есть нюанс. Прокидывай, ну, как я понимаю, ты будешь от них бежать, правильно, Егор? Сейчас. Ага, так думает. Там вот как раз гифка подходит. Есть очень, очень, и такая на лаг идея. Давай. Подножку им подставляю. Нет, если они верующие, я закрываюсь от них библией, вот так, короче. я достаю библии и закрываюсь ей от них. ахуеть, я закрываюсь, я закрываюсь от них библией, нахуй. обойтесь бога, вот так вот, типа, аааа, не использую черту юный, чтобы, типа, еще более милее выглядеть в этот момент, чтобы они вообще не захотели меня трогать. Вот так вот сделаем. Мизец. Блять, короче, все, проверка навыка здоровья, блять. Пусть будет, нахуй, проверка навыка здоровья, блять. Шесть кубиков у тебя, дополнительный кубик бери из этого, чтобы казаться милее, блять. Виталик, на сколько процентов вы в ахуе с наших действий? Да, нормальные, я вам честно скажу. Четыре, сложность. Есть контакт, блять, они говорят, ладно, в ахуе четыре? Ладно, Миша, ладно, я говорю, мелочь, ты пузатая, съебусь, блять, чтоб я тебя больше здесь не видел, говорит, сука, не могу я детей-то бить, и уходят они от тебя. Все, мы возвращаемся, мы возвращаемся к Насте. Настя, придумала что-то? Ты никогда не придумала. Понял. Владислав. Я. Ну, хоть подскажи Насте, что можно сказать? Да надо просто говорить, братишка, ты же понимаешь, то, что крысы установили свое самоуправство, ну, не по закону, не по чести. Не-не-не, он, ну ладно, я не там, поэтому. Ну, Настя. Никаких у них нет благих намерений. Давай по-честному, так ты и говоришь, правильно? Или не будешь? Или ты хочешь? Не хорно. Я вот так вот в окно показываю, типа, типа, ребят, не надо, не надо его слить, ребят. Жестный, пытаюсь показать. Мы не поводнезлим, все нормально. Ребята вас убьют, я вот так вот покажу. Да не убьют, нас просто царахнут. Короче, короче, если, опять же, если выпадет, то заебись, если не выпадет, ну. Хау, мать, что ты там кидаешь? Настя, что я могу сказать, Настя попыталась его убедить, но он прошел, меня говорит, я не могу, говорит, рисковать своей шкурой, у меня дети. Владислав, возвращаемся к тебе. Так. Ты что делаешь? Ты можешь попытаться также его все-таки убедить. Ну, я продолжаю ту же самую речь, только с большим напором, с большей интенсивностью убеждаю то, что под гнетом крыс и хорьков твоя семья будет в еще больше опасности. Пойми это. Понял. Тебе нужно избавиться от этого гнета. Мы мыши, мы поможем тебе, мы мы из мышины стражи как никак, убедительно, убедительно говоришь, убедительно говоришь, поэтому пусть, пусть будет проверка один. Настя также помогает, правильно, Настя? Это манипуляторы или что? Манипуляторы, да. Четыре тогда. Ну ладно. Ты хочешь ранение? А, нет, нет ранения, да, четыре. Да похуй, ты выиграл, все. Поздравляю. Он говорит, да, да, я все понял, я все понял. Говорит, да, но крыс все пытается, пытается, блядь, пытается его склонить на свою сторону, говорит, нет, говорит, не слушай этих поборников чистоты, за это, поэтому у вас происходит конфликт, встречная проверка. Я об этом, я знал, я знал, встречная проверка. А что у них конфликт какой? Не конфликт, встречная проверка вылезла. Встречная проверка навыка манипулятор. Твоя и его. Настя тоже может помочь переговорщикам. Настя, помогаешь? Угу. У кого больше выпадет, Ладик, тот и прав. Давай. Да, смотри, у нас все, блядь, у нас пять. Все, все, говорит. Он говорит, отъебись от меня, говорит, ребята, помогите мне собрать людей, надо закончить это безобразие. Вот, Саша, твои действия какие? Я в этот момент врываюсь, короче, жестко и начинаю к крысе обращаться. Говорю, машина, стража уже здесь. Говорю, сдавайся, город окружен, стража повсюду, готова вот-вот по моему указанию зайти в город и просто взять вас всех либо живыми, либо мертвыми. Но, но, мне удалось договориться, что мы можем мирно отпустить тебя, если ты сдашь всех своих. Так, хорошо, Саша. Я знаю, тебе твоя жизнь дороже, чем жизнь вот этих вот всех мерзких преступников. Хорошо, Сашка, прокидывай на оратора один кубик. Саные ранения. А мне могут помочь, ребята? Ну, могут помочь, ребята, давай, сложность 2. Помогаю, плюс 1. Сложность 2. И Настя тоже помогает, правильно? Прокидывай, Сашка, сложность 2. Вот это саные ранения, я вообще не могу. Без шансов, Саша, он говорит, он говорит... Стоп, 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 давай, давай. Балл судьбы. Есть, наконец-то, я вытащил их с вас, суки. Давай, давай. Так а чё вытащил, у меня лутка каждая раз, блядь. Без шансов, Сашка, он просто съёбывает, говорит, нет, тебе меня не поймать! И убегает. Я кидаю ножку, я в него ножки даю. Нихуя себе, давай, встречная проверка, блядь, Сашка. Природы, блядь. У него природа 6, он, блядь, прирождённый крыс. Блядь, хорошо, подожди, а пусть у тебя боец, пусть у тебя будет боец, пусть у тебя будет боец, и 5. Ну 5. Давай. Подожди. Да. Да, 5. Давай. Он убегает. Он съёбывает от тебя, просто таким мацким шагом, говорит, тебя не поймать в меня, поборник чистоты. Стоп, 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 он выбегает, а я в этот момент, короче, просто ему под ноги бросаюсь, вот просто перед ним кидаюсь. Блядь, да вы чё, там совсем охуелись, что ли, блядь? Хорошо. Природа, давай, он продолжает бежать, ты тоже, блядь, прокинь тогда природу, блядь, чтобы его задержать, Егор. Там природа, у меня 5. Да. 1, 2, 3, 4, 5. У меня есть какие-нибудь черты, которые я ещё не юзал. Юзал, юзал, юзал. А, ну остальные не поможут. Всё, ну давай, давай. Ну он, он всё-таки, он всё-таки падает такой. Но ты, он встаёт резко и пытается всё равно дать дёру, типа, блядь, какой ты школьник, чтобы меня остановил. Я кричу, Томик, кидай на него кандалы. Так у меня нет кандалов. Так кто у меня? А Томик в здании стоит, тупит, хули ему делать. Кидай кандалы в сторону этого, блядь, Шерлока. Хорошо. А ты будешь пытаться, Егор, надеть на него кандалы? Давай. Блядь, без вопросов, нахуй. Он верткий, как... То есть ты мне даже проверку не будешь давать мне? Да нахуй мне тебе проверку, всё. Там сейчас такая проверка будет. Давай, тебе как швейцарский нож, нужно его... У тебя есть навык охотник, Егор? Блядь. Давай так, нахуй, я даже встрел... Давай. Прокнет? Не прокнет. Давай, один, один, чтоб надеть на него кандалы. Охотника, блядь. Давай. У меня охотник? Один, да, охотник, давай. Бля, у тебя же ранение, он не работает. У тебя же ранение, блядь. Я подбегаю по пока. Ну прокинь, хорошо, Сашка, своего охотника. вот, пускай Егор мой купит. Пусть, кидай, кидай Егор, давай, давай, руками Саши, пробуй, блядь. Вон, нахуй. Нихуя! Он, да он, да отставьте вы его, блядь, в покой, он просто съебывает от этого цирка, блядь. Кандалы вы, блядь, на него решили одеть, сука. Это самое ранение все руиняло, все руиняло. Ой. В общем, выйдя на площади, вы все вместе понимаете, что вам надо объединить людей, которые остались здесь и приманить оставшихся на свою сторону. Типа, те, те, кто готовы. То есть, человек вам подходит, тоже говорит, говорит, выходит на главную площадь, вот этот главный тип. И начинает проводить свой монолог. С другой стороны, вам нужно сделать проверку. У вас начинается, ребята, конфликт. Да иди ты нафиг со своими конфликтами, мне спать надо, блин. Да нет, если тебе нужно спать, да без проблем. Давайте быстро просто это сделаем, вот и все. Да нет, хотите, хотите. Не спутерные карты, не знаешь куда. Блять, ладно, давайте, можем оставить это на потом. Ну, как вы хотите. Давай, давай на потом, давай на потом просто. Блять, без вопросов, давайте на потом. Просто вообще не рискует, просто знать. Да я понял, но есть, ну, какие вопросы? пошлиться опять на другой конец города.